Самарские коммунальщики в эти дни устраняют несколько повреждений на городских сетях. Так, в поселке Мехзавод ресурсники восстанавливают водовод диаметром 100 мм. Параллельно службы благоустройства очищают образовавшуюся наледь. А в районе 11-го А-квартала была повреждена электросеть. Отключенные дома постепенно подключали в течение дня. О проделанных и предстоящих работах говорили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Она поручила ускорить работу и, насколько возможно, минимизировать неудобства для горожан. Экстремальные температуры, сейчас крайне болезненные любые отключения, чтобы холодные и уж тем более по горячей воде. Поэтому максимально короткие сроки, надо справляться с ситуациями. И, конечно, за анализю следить, тротуары, подходы к социальным объектам. Подготовка города к предстоящим праздникам также стала одним из основных вопросов совещания. По традиции на площади Куйбышева будет оформлен новогодний комплекс. Здесь будут елки с медиагирляндами, различные аттракционы и арт-объекты, точки питания. Спустя несколько лет свои двери откроет усадьба Самарского Деда Мороза. Интерактивные программы в нем будут проводить сказочные герои. Уделить особое внимание безопасности при проведении всех мероприятий. Такое поручение дала глава Самары Елена Лапушкина, руководителем районных администраций и профильных департаментов. В новогоднюю ночь у нас не планируется выступление артистов. Но, тем не менее, время проведения досуга семьям с детьми. Пожалуйста, мы всех приглашаем. Со 2 января на площади Куйбышева в период каникул будут работать площадки зимних забав с разнообразными спортивно-игровыми зонами. Всего в учреждениях сферы культуры пройдет более 750 праздничных мероприятий. Будут организованы новогодние представления для детей, семей, участников СВО, праздничные программы для ветеранов, театрализованные представления и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также в Самаре будет организована работа 128 катков. Они появятся на территориях образовательных учреждений и во дворах, на спортивных объектах и в общественных пространствах. Кроме того, пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление. Итоги районных этапов подведут 25 декабря. Андрей Грагуленко, Николай Пифанов. События.